Мы празднуем и мы возвещаем День Пятидесятницы, сошедствие Святого Духа на апостолов. И это произошло после Вознесения нашего Господа Иисуса Христа, о чём Он сказал святым апостолам. Братья и сёстры, ожидание Святого Духа апостолами, оно было у них по вере, потому что об этом сказал Христос. И Дух Святой не зашёл на апостолов, и они начали проповедовать истину Божию, говорить о великих и чудных делах Божьих. Они говорили слово истины на других наречиях, и люди, которые пришли тогда на празднование праздника, видели их состояние и слышали, что оговорили. Они делали свои выводы. Их невыводы были не в сторону веры в Бога, а их невыводы были что-то непонятное, плотское и греховное. Но были те на том месте апостол Пётр, который возвысил свой голос и начал проповедовать Слово Божие и говорить об Иисусе. Сыне Божием, который пришёл в этот мир, который пострадал за людей и был умышлён за грехи и беззакония, и который воскрес третий день и излил Святого Духа по Писанию, о чём он говорит, вы свидетели. Но, слыша это слово, и слыша всегда слово, как в церкви, так и люди, которые по трансляции могут слышать Слово Божие. Люди принимают решения одни, другие не принимают решения. Это плохо, когда человек не принимает решения в своей жизни. Значит, он остаётся без участия и силы Божьей, чтобы принять решение. А решение было таково. Этих людей, они подошли к Петру, и это записано в Деянии апостолов 2 главе 37 стихом, они говорят такие слова. Слыша это, они умилились сердцем, братья и сёстры, умерение, смирение, приближение к Богу, осознание Бога. И сказали Петру и прочим апостолам, «Что нам делать, мужи и братья?» Слово произвело своё действие, потому что Дух Святой, Он действует в сердцах людей, которые слышат Его Слово. Потому что Слово Божие, оно живо, действенно, обоюдоострое меча, и оно проникает до раздрения души и духа, и судит на верение, помышления сердечные. Сердце судит Господь, и оно производит своё действие. Говорят Петру, Пётр же отвечает им по вдохновению Духа Святого, он говорит, Пётр же сказал им, «Покайтесь, первые, братья и сёстры, движение, первое производное слышание Слова Божия, действие на сердце Духа Святого, Он говорит, покайтесь». Покаяние. Что же такое покаяние? Вы все читаете, большинство и знаете. Это оставление прежнего образа жизни и идти за Иисусом. Покаяние. И недавно мы читали книгу Ездры, и там мы видим покаяние людей, которые были решительными. Не просто человек согрешил, сделал грех, а потом покалывался и так же самое живёт. Это не покаяние. Покаяние – это изменение, это оставление прежнего образа жизни. И он говорит, «Покайтесь, и докрестит каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения и получите дар Святого Духа». Дар Святого Духа приходит в сердце человека в момент покаяния и обещание служить Господу. Братья и сёстры, если это происходит, если это касается того человека, который не пришёл к Иисусу, ты сегодня можешь принять Иисуса. А это совершить покаяние, потому что грех, он теснит человек, он не пускает, он не ведёт Царство Божие, он трещает от Бога. А Бог святый и праведный, и Он даёт прощение через Иисуса Христа, Господа нашего. И получите дар Святого Духа. Господь вселяется Духом Святом сердца человека и путь человека, тогда идёт по вдохновению Духа Святого. И, братья и сёстры, я хочу ещё одно, тут два места обратить внимание ваше. Они постоянно пребывали в молитве. Сегодня Бог предлагает и даёт возможность нам молиться вместе. Да, по одиночке мы можем по двое-трое молиться и дома, но сегодня особенная возможность Бог дарует возможность молиться, а эти молитвы, они идут в чашу святых. Они не просто уходят, если человек молится под действием Духа Святого, они проходят в чашу святых, и это мы читаем в Откровении, это у Бога всё. И мы будем сейчас молиться, но я тут ещё одного места хотел бы вам и себе напомнить. Послание к римлянам, восьмая глава. Действие Святого Духа. Так же и Дух подкрепляет нас в немощах наших. Немощи человека будут постоянно, но Дух Святой Он подкрепляет, братья и сёстры. Он даёт силу следования за Господом и возвещения Его Слова. Он подкрепляет нас. И далее такое вот Слово, Слово, которое человеку не подвластно, но Бог действует. Дух Святого говорится такие слова, ибо мы не знаем, о чём молиться. Как мы не знаем, о чём молиться? Да, мы не знаем, о чём молиться, если мы не ходим и не живём по вдохновению Духа Святого, если Дух Святой не владычествует и не действует в нас, в нашей постоянной жизни, как по домам, как там, где мы работаем, в обществе, а Дух Святой, Он есть утешитель, Он есть Дух подкрепляющий, здесь написано, о чём молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нахвост дыханием недречениями. Дух Святой, который живёт в нас, Он производит и ходатайствует, о чём нам молиться. Братья и сёстры, Бог почему-то производит свои действия, и мы некоторое время не могли собираться вместе. Я не знаю, может быть, кому-то совсем открыто эта воля Божия или нет, я не знаю. Но частично открывается, почему происходит такое состояние здесь на земле, именно в нашей местности, и это только не в нашей местности, это по всему миру, Бог производит свои действия. Бог оживляет и даёт направление, что Он есть Владыка, Он есть Творец, и Он есть Управитель, и Ему должна принадлежить слава, честь и поклонение, и молитвы наши должны идти к Нему, молитва, они ухудут, часто святых. Если это сокращается, почему-то происходит остановка, дабы поразмыслилось каждое сердце в своём хождении пред Богом, и вновь и вновь почерпну у Бога силы идти исследовать и служить Господу. Его слава не сокращается на небе, и Он хочет, чтобы на земле продлежала Ему слава и поклонение, потому что Он есть Бог. Братья и сёстры, часто мы это забываем, утрачаем, как по-украинскому, и отходим от этого. Поэтому нужно иметь разумение и познание веры Господа и Его воли. Поэтому Бог предлагает нам и сегодня возможность вместе молиться, как молилась первоапостольская церковь, потому что она имела познание Бога, и Дух Святой Он действовал, это видели люди в том День Пятидесятницы. Поэтому Бог предлагает нам, Бог дает возможность сегодня молиться, не просто сказать несколько слов, не вознося свой Дух к Богу, но молиться Богу, и это время молитвы, потому что дом мой, дом молитвы наречется. Это для нас есть особое действие Бога, потому что в молитве мы едины, можем просить, можем ходатайствовать, и Дух Святой в этом действует в нас. Мы будем сейчас молиться, есть время для молитвы, может быть, кто-то пришел впервые сегодня или слышит Слово Божие, и для вас это Слово, и для нас, чтобы мы молились и славили Господа, и Дух Святой, Он ходатайствует, и действует в сердце каждого уверующего Бога. А кто не прошел к вере, к покаянию, Бог предлагает сегодня. Сегодня день спасения, сегодня милость Божия продлевается над всей вселенной. И кто будет веровать и креститься, спасен будет. Это не объемная часть для человека, потому что жизнь, она так проходит, и человек уходит. Где будешь ты? Бог благословляет сегодня каждого, и молитва есть для нас. Аминь.